Джун, как дела? Давай мы же проверим, вообще идёт у нас. Алё, алё. Алё. Нас слышно, мы сейчас просто микрофон проверяем. Не надо стучать, я же могу включить это. Кто? Подожди. В группе. Хочешь жрать, а? Хочешь. Я-то не жру, я на самом деле нормально себе не жру. Да ты любитель пожрать. Сейчас. Цель-то как? Ну-ка. Раз-раз. Не слышно нифига. Почему? Так. Слышно я звук? А, звука не привык? Так, ну что, у нас прямая трансляция, да? Или клевая. Представляешь? Прямая трансляция. Что надо делать? Алё, алё. Не надо кричать. А, ну ладно. Слушайте, действительно, если нас слышно, получше стало слышно, чем предыдущие. Поставьте плюсик. Да, поставьте плюсик или лайк, или прокомментируйте. Вот эти парни классные. Так почему бы нет? Который из них-то? Я про тебя. Ага. Ты как главный, главный у нас по интимным отношениям. Города Сосновый Бор. Да почему здесь? Не, я на основном вообще не вижу. Я хочу посмотреть. Сейчас звук-то идет, нет? Звук-то идет. Вообще, а где звук-то? Так, ты целый день мотался по городу. Дела какие-то делал. Дела делал. Деньги заработал. Ну что, надо же... Можно заработать? Так. О, ну началось. Валентина, конечно, началось. Она дождалась. Валентина, да прогуливаем обычно. Ты знаешь, как она работает? На роду сколько, ребят? Кто хочет узнать, как работает с Валентином? Решил я ей позвонить по WhatsApp. В кровати лежит, работает. Работник-то у нас. Лежа и что? Вот это работник. Это работник, да. Слушай, замечательная работа. Можно лежать в кровати. Ничего не делать. И не зарабатывать вообще. Возможно, что зарабатывать. Нам подсказывают, что прямая трансляция. А что вообще? Что вы просто так на людей посмотрите? Слушай, ну самая главная, наверное, тема в нашем городе это... Нет, это не дороги. Это выезд в фронт-зону. Ты знаешь, я не могу понять людей. Вот просто не могу понять. В чем проблема-то? Я просто туда вообще не езжу. Мне как бы все нормально. Все по приколу. Мне на эту промзону вообще наплевать. Мне туда не ездить. У меня другой вопрос волнует. Здесь у нас микрофон. Здание такое. На мир опять. Я вот сегодня туда попаться, попытался попасть. Обрался туда вообще? Там дороги-то есть? Там дороги вообще нет ни до него, ни вокруг него. Вернее, там есть, но там какие-то катакомбы, ямы какие-то, знаешь. А прикол-то знаешь, в чем самое главное? Вокруг него просто там завалено всем мусором просто. Такое впечатление, что нам нету мусоропровода, ничего нету. Там просто вот кровать, всю всю херню. Там знаешь, такая куча. А это нормально, как думаете? Да, да. Там вообще на самом деле официально открыта мусорка, городская мусорка. Городская свалка, да? То есть хотят, короче, кучу такую же высокую сделать, как вот девятиэтажка, да? Сейчас просто очень дорого вывозить мусор. Решили как бы у мир опять сваливать, да? Да, да, да. Интересно. Вообще на мир там все завалить. Ну вообще, ладно. Там живут ведь эти мамочки, папочки с колясками люди. Мало того, что он на отшибе стоит, так он еще весь засран и все там. Дороги нет там, реально как село какое-то идет. Я знаешь, что подумал, с утра сегодня просыпаюсь, я знал, что я туда поеду, в эту жопу. Там прикинь, даже вот нам надо, короче, там было одно местечко отремонтировать. Звоню, говорю, нам надо ремонт сделать, комнатушки в нам. А говорит, я в этом сарае делать ремонт не буду, люди отказываются. Представляете, что ты ремонт некий. Работы нет, снова в руках. Представляешь, пофиг вы, не поедем ни за что, на мир опять работать. Пропритое место. Пропритое место. А ты знаешь, когда ты поедешь туда, вдруг хочешь что-нибудь делать, какую-нибудь заразу подцепишь и вернешься в город. Трипер гонконгский. Ну а почему? Нет, подожди, братан, знаешь, что я тебе хочу сказать? Давай. Я с ним с утра что подумал. Если нам создать вот под этим видео какой-нибудь опрос, может быть, чиновника куда-нибудь поселить в этот дом какого-нибудь? На недельку. На недельку, нет, даже какую недельку? Пусть вот в каждом таком неблагополучном доме жит по чиновнику. Что, нормально же? Да. Кто, интересно, мог бы у нас жить в этом доме? А давайте спросим, кого бы... Кого из чиновников поселить в этом доме? Да. Расскажите, пожалуйста. Может, порядок будет там? Ну, вообще... Может, мусора не будет вокруг. А, я слышу, знаешь, что я в свое время слышал, что управляющая компания этого дома находится во Владивостоке. Это правда? Нет, я не знаю. Не слышал такого? Нет. Где-то я слышал. Вот где-то здесь находится. Да, здесь? Ну, я не знаю, кто там вообще за порядком сидит. Вот это вообще... Я, конечно, такого... Я личный или местный человек, но я такого вообще никогда не видел, чтобы просто из дома варилась просто грязь. Из местных щелей просто. Надо же там... Давай я все-таки, подожди, я выступлю в защиту управляющей компании, скажу так. Какое? Просто люди, просто понимаешь, управляющая компания убирает к вечеру, да? Утром выступает. И все засирает прямо. Люди-то выходят... А я вот эту кровать... Месяц назад видел кровать валяется. Ты понимаешь? И она сейчас до сих пор еще... И сверху еще... Вот, ты правильно. Очень актуальный вопрос. Что вообще происходит с кроватью? На Миро? На Миро. Чего это? Чего? Есть передача? А, нет, да. Мы, по крайней мере, не миллионеров будем превращать. Мы сейчас просто... Да вот, наверное, хотелось бы интересно просто социальный эксперимент. Я не договорил про кровать. Чиновник жопер. Ну, в смысле, в доме. В жопном доме. В жопном доме, да. Интересно. Давайте проголосуем. А кто хочет, чтобы чиновник жил в жопном доме? Может, порядок будет? Давайте на три дня. На три дня, нет. И замутим шоу. Нет, три дня он не выживет там. Он тряханет вообще. О, пошел в плюсик. Давай, молодец. Кстати, в плюсик, кто хочет, чтобы открылось шоу в Сосновом Бару. Да. Чиновник в жопном доме. Вот у меня на Парковой 48. Оттуда двух чиновников. Там подъезд такой убитый. Я видео снимал, мне страшно его ВКонтакт. Мне кажется, меня забанят в ВКонтакте, если я выложу. Какой там подъезд вообще? Нет, меня тебя забанят. Вообще, тетка, тетка стучится. У нас домофон поменяли, короче, в этом доме. Бабка стучится, говорит, говорит, Дмитрий, мы вам ключик несем. Зачем? А я говорю, а вы кто здесь? Она говорит, я здесь делами заправляю, типа управдом или кто там. Я говорю, а что не ремонтируете этот дом? А говорит, а нам перед выборами какой-то Сорокин или кто-то, короче, обещал, ну, сделаем все. Что? Ну, ремонт в подъезде, там еще что-то. А я думал, массаж. Ну, выборы закончились, выборы кончились, да? А лапша-то не суши, не сварится, понимаете? Лапша-то на ушах висит. Видно. Вот. Сейчас же скоро выборы, понимаешь? Вот. Я думаю, меня все-таки ознаком уже своего Путина. Так. В свое время просто... Ты поверил в него? И когда он еще был исполняющим обязанности, он приезжал к нам. Мы, помню, на судостроительном заводе работали. Подводная лодка, короче, 2000 года последняя сдавалась. Вот. Он еще куда приезжал. Вот. Я ему так рукой махал. То есть, мы знакомы. Так вот. Надо ему сказать. Смотрите. Владимир Владимирович. Что происходит? У нас в восемнадцатом году в марте, по-моему, выборы. Вот если вы мир опять не отремонтируете, вам никогда не выбраться. Понимаешь? Вас никогда не выберут. Будет Жириновский. Да. Он говорит, всех расстреляет, всех повешивает. Короче. Стоит обратить внимание, а то чиновники там могут не досидеть. Да? Может, что-то я неправильно говорю, может, меня поправят еще чуть-чуть. Может, я какие-то гадости говорю. Ну, как сказал Жириновский. Я просто смотрю там, смотри, там детская площадка у этого мира опять, да? И там реально просто, ну, меня не жалко этих людей. Там женщины, они же ничего сделать не могут. Ничего не могут сделать. Ничего не могут женщины сделать. Я просто смотрю, там мамы такие замученные. Конечно, там контингент, конечно, не весь там благополучный. Но на самом-то деле не важно, какой контингент. Ну, и там тоже люди скажут, так, что люди в городе отличаются тех людей, которые там. Мы не будем, знаешь, совсем засирать подъезды Соснового гора, потому что мне кто-то сказал, что в каких-то подъездах даже цветочки стоят чисто. Но это тоже от горожан, правильно, зависит? Слушай, я не договорил про кровать. Про какую кровать? Ну, помнишь, ты такой говоришь, ты приходишь, я уже вместе общаюсь, а ты говоришь, что в кровати какой-то нет. У меня вопрос в кровати очень важен и актуален. Я по поводу кровати. Ну, правильно, Ирина присоединилась. Ирина, я почти минуту делал тебе. Валентина, наверное, говорит, и коврики у меня подъездят. Что у нее в коврике? Стащили, что ли, в коврике? Вы, кстати, можете так и писать, что у вас стащили, мы все это изучим. Я к чему? От кровати. Вот ты спрашиваешь, месяц назад там была кровать. То есть, приезжаешь, снова кровать. Оно так кажется, что, знаешь, никто ничего не убирает. Вот ты здесь, может быть, в корне не прав. А это, кстати, просто переносит с места на место. Вот, вот. А ты в курсе? Вот смотри, сейчас что я сделал. Сейчас что я сделал. Вот зацените, люди, что я сделал. Помните, у нас какие-то волнения были? Какие? В России какие-то митинги еще с Навальной, помнишь? Вибрация. Потом что случилось? Теракт, отвлеклась, да? Вот ты сейчас говоришь о транспортном коллапсе, начал говорить в Сосновом Бару, да? Да. А я тебя, видишь, как отвлек каким-то домом проблемами. Вот так, видал? Вот, как можно отвлекать людей, понимаешь, от насущных проблем. Какой-нибудь херни другой заговорили, понимаешь, ну, конечно, там не херня, да, например. Вот, но от более глобальной проблемы можно отключить. А, кстати, давай вот сейчас вот пользуюсь просто эфиром. Я хочу такую, знаешь, серьезную тему поднять. Люк видел в районе перекрестка, да, это где, ну вот, где там дорога-то разбитая, скажем, рядом с церковью. Вот когда идешь. Микрофон говорит? Алло, алло. Да. А там люк такой, знаешь, такое ощущение, что вот он скоро провалится. Ну, просто его уже как бы там, я не знаю, может на него машины наезжают или еще что-то. Просто знаешь, он такое ощущение, что скоро провалится. Не, не, он реально провалится. Ну, все, а там дети ходят, понимаешь? Ну, еще машинка проедет, потому что там как-то… У нас же как, видишь, я, может быть, я что-то опять же не понимаю. У нас вот садят, например, да, вот здесь, например, человек, преступник, да, живет в подъезде. Пьет, дебоширить, жену бьет. Вот пока он ее не убьет, его же ничего не делали с ним. Ничего не делали. Или, например, какой-нибудь сумасшедший, например, да, есть, например, родственник у людей. Вот пока он не придушит, и как он топором не заколотит, его в больничку не ложат. Понимаешь, все до крайнего случая, правильно? Угу. Ну, что-то мы в позитив, да, сегодня? Я не знаю. Объясняешь. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что вот как у меня только эфир выходит, у меня сразу два-три человека добавляются. Да? Я не знаю. Ты удаляешь пять или добавляешь? Не знаю, не знаю. Добавляется. Михаил, на самом деле, вот хотим озвучить очень интересную идею. Вот моя самая больная, да, вот проблема в городе, да, это то, что я постоянно вижу собаководов, которые удобряют детские площадки, да, там, ну, все. А Михаил придумал гениальную идею. У нас в городе дороги тоже неблагополучные, да. Если каждый собаковод будет в ямке какать своей собакой, то ямки скоро заравняются. И какашек не будет на детских площадках. А еще, может, это, цветы, растения, понимаешь? Это же все. Да, понимаешь, с каждой ямки на дороге будет клумба. Просто, понимаешь, это же удобрения говорят. А как красиво. А ты не слышал никогда о таком феномене, называется, круговорот говна в природе? Что-то слышал? Ну, сейчас шла, короче, девчонка, говорит, я что-то болею. Ну, я что-то болею, я говорю, а ты чем дышишь-то? Какашки, вот твой питомец какашек наоставлял, они подсохли, воздух их поднял, ты это вздыхаешь, и у тебя начинаются болезни, болячка. Может такое быть? Можно. В Египте, между прочим, в Египте... Ну, тоже можно в офисе, кстати, пол с навозом замазать. Подожди, нанос используют в виде, как сказать, топлива для огня, на котором готовят лепешки. Понимаешь? Я предлагаю... Ну, сколько это лепешек для муны? Ну, в смысле, вот этих, ну, египетских. Египетских? Не скажу. А то, знаешь, подумать, что... Ладно, там блюхал. Ладно, блюхал коричневый. Ладно, блюхал коричневый. Что-то не то. Это просто там длинуло сильно. Бывает, да. Так, ну ладно, и что? Подожди, что, сразу расчёпался? У нас... Я все сказал. Самое насущное. Ну, самое насущное. Что? Давай, вот, смотри, разберемся, у Валентины пропали коврики. Уже цветочки, непонятно. Я их собрал. Блин, мы вот разобрались, и теперь знаем, кто... Тырит коврики в сосновом бору, это я. Да. А, они есть. А, видишь, я вернул уже. Видишь, как Валентина, я быстро вернул коврик. Вы вроде как бы сидел здесь. Обращайтесь ко мне за программой, решая вот так. Они есть, они на месте. На, ну всё. А что тогда ты говорил про коврики Валентина? Да, да, да. Короче, Михалыч. Не, подожди. Сегодня какой день недели? Скажите, пожалуйста, сегодня какой день недели? Я помню. А, кстати, мы же с тобой в пятницу ходили в кинотеатр наш любимый. Да. Представляете ему поаплодировать? Вообще, вот в этот раз мы скажем хорошее положительное слово. Да, да. О поводу нашего кинотеатра. Мы пришли ночью в 12 часов. В 13.30. Нет, сеанс был в 23.30, мы пришли где-то в 23.05, мы сейчас придём на сеанс, там что-то было в доспехе, живые доспехи, что-то там такое, да. Не суть важно. Ну, мы приходим, нас двое, нам таки говорят, ребят, ну вас двое мы вам показывать не будем. Ну, Роже, ты видел его? Я такой, блин, сейчас, наверное, чувствую включим прямой эфир. Опять сейчас будем прямой эфир, наверное, включать. Смотрим, смотрим, нам спустили. Это было чего-чего удивительно, что мы, ну вот начинался фильм, нас двое сидело в зале, а это, конечно, молодцы они. То есть, мужественно взялись, вот расписание есть, надо показать. Вот. Потом ещё пару-тройку человек пришёл, но всё равно. Там нет, нас потом на выходе было шесть человек. Шесть человек, да? Ну, уже подошли. Через одно посчитал, и это так и получилось. Шесть человек. Ты представляешь, масштаб трагедии был бы какой, представляешь, если бы мы пришли в 12 ночи, да? Да. Ну, в один стрит, просидели 20 минут. Так. Нам сказали, ребята, идите домой, вас мало. Представляешь, какой бы эфир был? Это вообще жест. Не, ну на самом деле, чтобы было расписание, мы пришли реально, да, то есть, хочется писать кино. Ну, тут нам говорят, от ворот по ворот, ребята, вылите. Ну, вот, хорошо, что мы уже начали светиться своими фейсами. Наверное, да? Мы уже начали замечать. Срабатывает. Срабатывает. Я тебя хочу поздравить с этим. Ты меня хочешь? Да, что нас наконец-то стали пускать в кинотеатр и пускать на ночной сеанс, понимаешь? Обычно же спрашивали паспорт. Вот. Без очков так ты. А что ты в очках сидишь? А что я в очках сидишь? Не знаю, просто хочется. Слушай, все. Ну и в бане еще не были. В какой бане? Мы же баню-то не тестили. Валентина говорит, баня не очень. Как Валентина? А Валентина говорит, вообще не очень. Может быть, ее просто не брали в баню? Может, ее там тазами закидали? Забылили язык. Так. У нас Ирина пишет. Интересно. Говно в ямах знаете, чем чревато. Вот в дождь. Едешь и по этим ямкам. И брызги летят в разные стороны. А некоторые умудряются так наехать, что все, что находится в радиусе 100 метров, попадает под обстрел. Ну, и на этом нет. Ну, 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 ну. Слушай, Ирина, что мы можем сказать? Ну, пока что собаководы не какают в ямке, так пока в принципе сухо. В принципе можно. И дождь на войну тоже не идет, хочу сказать. Я не видел еще такого чуда. Привет, старики. А ты кто? Здорово. Здорово. Слушай, бабуля. А как она? Ангелина. Старики. Корданчук. Ну, украинская фамилия. Я Климчук, так что какого-какого видится издалека, да. Ладно. Ну что, Михалыч, давай все, наверное, прощаться. Да подожди ты, сейчас шоу только начинается с 19.00. О, 19.06. Кстати, вот специально включил эфир для того, чтобы озвучить, что сейчас 19.00. Ну, если хочешь поболтать, ты приходи 14-го числа в Тайм-кафе вечер. А что там было? Да там дискуссионный клуб. Мужчины против женщин. Угу. И черные женщины. И ребятные мужчины. Опять это, о, опять видишь нас дебилами обозвало. Ладно, Ангелин, да не парься ты. Зачем ты нас обозваешь? Вот, вот. Вот, Валентина, видишь, вот чем ее питались. Вот, вот. Всего лишь. Все. Здесь ужин. Я целыми днями работаю, работаю. Вот хоть бы кто что-нибудь. Хоть бы что-нибудь. Безыды не было. А, я видела сама, периодически наезжая на ямки. Угу. Бедняка. Валентина, да, вот сегодня, да, ломануло? Вот зачем, вот, вот, Ангелина сказала, что мы такие? И все, да? И все, и все. Больше ничего нет. Испортила настроение. Вот сейчас как вот ложиться спать? Кому? Я с никакими мыслями. Ну, вот просто Ангелина взяла и назвала нас этими. Пергунами? Дебилами. Нет, сначала стариками, а потом дебилами. А где она назвала? Она уже ушла. Дебилами нас называла? Да, да, да. Знаешь, когда мне говорят, ты дурак? Я говорю, нет. И все. Давай, Михаил, я тебя назову, дебил. Михаил, ты дебил. Слушай. Тут, походу, непонятно, что Валентина пишет. То ли в приглашение, то ли она. Я тебе только что сказал, Михаил, ты дебил. Что надо ответить? А я тебя не слышал. Надо говорить, нет. Я не замечаю. Я не замечаю. Я не замечаю такие. То есть, хаваешь? Ну, нет, никак. Просто пролетает. Ну, понимаешь, как бы реагирует на каждую ручку. Я ручку возьму, а потом в глаз поткнуться. Каждая глупость, да? Шлаг там, да. То есть, который льется из чьих-то пиццу. Закажите. У кого? А, нам-то, кстати, да. Слушай, а подскажи, пожалуйста, где можно заказать пиццу? Сейчас реклама прослучает. Я просто не знаю, где пиццу можно качественно заказать. Классно. Последним пиццу мы ели где-то в Заречье. В Заречье, да. Мне показалось, что это не пицца, а какой-то колобок. Ну, перчёный колобок. Это пицца колобок. Колобок, да. Но они решили развиваться. Да, я так понимаю. Колобков будет больше. Ну, кто-нибудь, подскажите, где найти пиццу? Вот прямо сейчас хочется пиццу. А вообще, кстати, вот кто-нибудь действительно взял бы бар луна? Ну, там одна из неплохих пицц, кстати, там готовится. Да? Просто классика жанра. Ну, там есть маленькая проблема в плане того, что не очень удобно заказывать, надо звонить, понимаешь, и что-то там говорить. А мне не очень это удобно. А мне, знаешь, что неудобно? Когда я звоню в такси, такси, просто говорю, ну, видишь, может быть, я в других городах живу? Да. Там как бы говорят, что там перезванивают таксисты, да? Там как-то вот, ну, есть в некоторых городах мобильные приложения, что я знаю, где машинка, как она приедет, какая машинка приедет, какая стоимость будет. Тут я звоню, короче, для меня дико вообще. Все, мы приедем. Куда? 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 Да? Кто? Какая машина? Там 20 машин может приехать, может не приехать. Как-нибудь. Я 30 раз его называл уже. Ну, короче, надо такси новое открывать. Да? Так, ладно. Слушай, вот ты, ну, ты правильно такое говоришь, там, пиццы, там, такси, еще что-то, да? Первый сервис. Какой сервис? Ты у меня сейчас только что мой стакан с водой отобрал, понимаешь? Я к чему? Просто наш город находится на периферии, понимаешь? Что я? 80 километров от Питера тоже перезван. Ты в курсе, что через этот, это главная артерия вообще? Что? Вот транспортная. Видите? Вот эту вот дорогу, что-то фронтовая. Мне сегодня таксист, знаешь, что рассказал? Да. Там пусть плуга, порну, туда-сюда, там, короче. А он тебя еще на коленке-то, я не говорю. Присядь на коленке, тебе расскажу сказку. Господи. Про дорогу фронтовую. Да, да, да. Как в этой сказке, девушка, что говно такое? Дедушка. Что там, периферия? Ага. Ну да. Валентина, видишь, все... Валентина поехала. Куда ее, это, привезли? Вот. Валентина скоро домой, да, поедет? Я не знаю, наверное. Сейчас это ужасно со всего происходящего скажем. Да ну нафиг. Полетела я отсюда. Короче, между нами тает лед. Михалыч, давай. Нифига не тает. Давай, друзья, я пошел. У меня уже рабочий день затратился, еще не начинал. Десять минут я уже все отдыхаю. Такой день. Вот сейчас вот у нас эфир, двенадцать минут. Блин, слушай, я вот как не посмотрю, да, если просто компьютер работает? Ничего. Все только трансляцию идут. Это всех сейчас, кто не транслирует, тот не пьет это. Какая пицца? Куличи. О, куличи. Точно, кстати, темно. Слушай, Пасха, ты яйца красить будешь? Только предварительно надо их подготовить. Яйца. Чьи яйца? Ну ты вообще не знаешь, что яйца надо подготавливать перед тем, как их покрасить? Да. Только деревянный цвет не красить. Не поймут. Когда? О, Пасха, когда? Да, выходные, говорят, Пасха. Выходные. Ирина, а что, насколько я знаю, куличи-то у вас имеются, да? Ты опять решил скрытую рекламу тут провести? Нет, нет, я знаю, что у Ирины куличи есть, а она как-то на этом специализируется. Как бы пол куличика принесла. Давай сейчас вот внутри. Давай сегодня сейчас без рекламы. нас озвучили как бы с регонца рекламу, да? Давай сейчас вот спросим, спровоцируем Ирину. У нас кулич вообще возможно так, что он появится завтра вот прямо вот на этом сцене? Как ты считаешь? Может быть такое? Или нас вообще аккуратно пошлют? Пошлют, да? Пошлют, да? Какие всего пошлют? Давай узнаем. С такими провокациями, я думаю, у нас пошлют. Ириша, скажи, пожалуйста, у нас кулич может быть завтра? Или вот эту печеньку мне доедать? Да. И тишина, тишина. Она пошла договариваться с товаром. Она говорит, надо им там замесить куличик. Да. Ладно, Михалыч, ну что, давай заканчивать на этой прекрасной ноте. Завтра, кстати, снег пойдет. Ребята, кто готовится? Да. Везде он все говорят про это. Завтра снег будет. Завтра снег будет. И чё? Посмотри по синоптику. Да я тебе говорю, посмотри реально вот. Да ладно, завтра погода. Ну смотри, снег, ты представляешь, зима опять началась. Ну ладно, да бог ты снизить зимой, ты чё? Ну всё. Я приехал там, где было плюс 20 градусов, меня уже не напугаешь ничем. Я уже здесь привык. Тут плюс 10. Тоже нормально. А, чё? Когда фото потом домой, это чё значит? Непонятно. Валентина, мы промокнем под дождем. Всё, Михалыч, закругляйся. Всем пока. Друзья, я пошёл. Этот Михалыч, если вы хотите дурить вам мозги, то ты ещё по вещам. Вчера вот, ты знаешь, меня пригласили на курсы бизнесмена в будущем. И чё-то я там по ходу дела, наверное, бегаться с жарком. Да? Кого? По ходу дела там, может быть, будущие бизнесмены разбегутся. Да? Кто его знает? Ага. Отлично. А, ребят, а вы, ведя вашу трансляцию, какую мы можем цель? Вообще, на самом деле, просто реально корыстная цель. Какие бабла заработать? Ну, если... О, ключи имеются. Вот видишь, вот мы сейчас вот нас спросили, да, то есть, какая, скажем, наша цель, да, то есть, мы хотим заработать бабла. И вот тут же пишет нам Ирина, что она готова нам закинуть кулич. Ну, не деньгами, только... А, фото надо закинуть. Это для каких-то... А какие надо фото? Спасибо, Валентина. Какие фото? Валентина, какие фотографии нужно закинуть? У тебя Дима спрашивает. Вот, и о чём хочу сказать. Сходил я на вот эти бизнес-курсы. Да, появится. Сходил на курсы, интересные ребята там тусуются. Вот. Разобрали там одну интересную группу. Ну, и вообще, в принципе, если вам интересно, почему у вас хромает бизнес и того, что вы... А может, не хромает. Может, не хромает, может, действительно, пора пристрелить эту лошадь уже. Вот. Я к чему? Я могу вам подсказать по поводу продвижения вашего бизнеса в интернете, да. Что происходит у вас в бизнесе не так? Почему ваши клиенты уходят от того, что вы вкладываете регулярно деньги, да, то есть, в рекламу? Уже отдача, например, не та, которая была раньше. Да, вот просто если компании, взять вот даже в Сосновом Бару, которая вот реально заново открывается, я просто спрашивал, некоторые компании даже не рекламируются. У них есть поток клиентов. Почему? Обратите внимание на качество, наверное, сервис, с которым вы оказываете те или иные услуги. Опять же, скажем так, социальные сети очень хорошо используют для получения обратной связи, да. Что у вас там хромает? Вы можете спросить и узнать. Вот. Ну, ладно. Это, короче, грустно. В плане того, что если вам будет интересно узнать, какие проблемы, скажем так, с вашими бизнесами, что происходит не так. Могу проконсультировать. В принципе, нахватная сумма. Должен я был сказать о себе немножко. Так. Может быть, кто-нибудь знает какие-нибудь новости, которые мы еще не успели озвучить или которые, скажем так, не транслируются в нашей группе. Вы можете сейчас прямо... А, если вы нас в Инстаграме, то можете вас найти. А еще, кстати, да, можете найти нас в Инстаграме. М, нижнее подчеркивание, сбор. М, нижнее подчеркивание, сбор. Либо есть ссылочка прямо вот в группе, самая первая. Называется по баллу себя в Инстаграм. Это ты, что ли, так? Да, да, да. Очень хорошо написано. А, идея какая у вас? Какая у нас идея? Хороший вопрос. Вообще, мы формируем информационно-развлекательный портал, да. И он уже сейчас работает и связывает город с различными социальными сетями. То есть, ну вот, если взять вот нашу группу, в которой сейчас идет трансляция, то все новости, которые публикуются в данной группе, они распространяются на Фейсбуке, в Твиттере, Инстаграм и много-много каких других социальных сетях. Также они дублируются и на сайте. Вот. Идея какая, да, еще? Вообще, мы формируем сайты и всех приглашаем к сотрудничеству. Например, если вы оказываете услуги в сфере красоты, или у вас есть автомойка, или у вас есть баня, сауна, да, то есть, и вы хотите реально поток клиентов, то напишите мне, есть ссылочка в группе, либо на меня найдите Михаил Климчук, я смогу вас подключить и организовать вам онлайн-запись на ваши услуги. Это интересно, это прикольно, за этим будущее, потому что не у всех есть возможность создать сайт или там сделать грамотно настроить группу, то благодаря вот этому ресурсу, потому что мы его толкаем, толкаем через все социальные сети, у нас реально очень много групп ВКонтакте, они находятся в топе и соответственно все, что попадает к нам, оно еще и там дублируется и, скажем так, транслируется. Ну вот у тебя, Александр, конкретно какой бизнес есть, или чем ты занимаешься, напиши, я тебе прямо в прямом эфире расскажу, что можно будет сделать благодаря нашим ресурсам. Вот. Да бог ебать, да жжёв. Сколько трансляций-то идёт? Трансляций, трансляций, сейчас все будут трансляцировать? Да, и по поводу вот еще трансляций, в чем же, кстати, фишка? Многие спрашивают, зачем ты это делаешь? На самом деле, вот эта связь сейчас, она интерактивная. Хорошо, ну смотри, давай так я сейчас договорю, потом ты поржёшь. Ну ты правильно сказал. Я правильно сказал. Просто фишка в чем, вот смотри, ты смотришь телевидение, да, то есть, и не принимаешь никакого участия в этом процессе, да? Вот. А то благодаря ВКонтакте, да, то есть, я вот начал что-то вещать, кто-то мне что-то написал, кто-то поставил лайк, кто-то там сказал, ты какую-то фигню гонишь. Это живое общение. И вот это живое общение, оно сейчас реально начинает разрывать вот эти все телевизионные шаблоны, которые мы раньше вот привыкли, то есть, смотреть. Если что-то и ты делаешь интересно, если действительно у тебя большая аудитория, и ты вещаешь прикольно какие-то вещи, ладно там, мы скучные там, ребята. Вот. А есть, как бы, реально интересные люди. И, соответственно, на таких людей подписываются, и это интереснее смотреть, чем смотреть какой-то заунылый, там, новости. Вот. Ничего не происходит. И главное, что ты не можешь задать какой-то конкретный вопрос. Ну, вообще, за то, чтобы глава администрации, наш дорогой Юрий Брониславович Садовский, тоже смог вести такие трансляции, да, то есть, не просить кого-то там, да, управлять какие-то группы там ВКонтакте или еще куда-то. Он реально может включить камеру своего телефона и вести прямую трансляцию. Соответственно, отвечать сразу же в прямом эфире на какие-то вопросы. Это реально прикольно. Я думаю, что многие, вот, кто сейчас услышал, да, ну, поставьте пару лайков там, я не знаю, и сделайте даже репост этой записи. Ну, если вам это интересно, то если вам важно. Вот. Это говорит о том, что можно заменить, скажем так, средства массовой информации, которые поддают эту новость, да, вот эту информацию с большим опозданием и с какими-то искажениями. То есть, поэтому лучше получать новости и информацию из первых, от первых лиц города. Да. Ты как считаешь? Да. Тем более сейчас интернет есть везде, опять же, есть мобильный интервью. Ну, ты как будто сказал, что это общение интерактивное, я, конечно, выпал просто. Ну, конечно. Это, естественно, как откровение для меня. Народ стал добавляться. Куда? Ну, прямо сюда. Да, да, да. Они просто знают, что тебя здесь нет. И думают, ну, слава тебе Господи, исчезнут. Отрицательно влияю. Отрицательно влияю. Отрицательно влияю. Да, Александр пишет, хорошая идея. Ну, конечно, хорошая идея. Наверное. А вообще, кстати, вы знаете, в нашей группе, да, подождите, да, в нашей группе, да, может каждый человек вести свою трансляцию. То есть мы ко всем открыты, то есть мы даем, скажем так, ресурсы редактора, да, и человек сам сможет вещать, рассказывать ту или иную свою новость, чем он занимается, или если он находится на каком-то мероприятии, да, он может подключиться и, соответственно, вещать. Фишка в том, что вот, например, в пятницу у нас будет тоже прямая трансляция дискуссионного клуба «Женщины им и мужчины». То есть будет реально прямой эфир, где люди будут рассказывать о своих проблемах, там, да, делиться своими переживаниями. И кто не попадет, да, он, по крайней мере, может включить в любой момент, скажем так, вот это видео там, да, например, и начать просматривать с любого момента, да, и тут же комментировать прямо на видео. Мы, естественно, все вопросы стараемся озвучить. Бывает так, что с какого-то видео там 270, бывает даже 300, комментарии приходят. Это реально так, это реально работает. Потом из вот этих комментариев можно что-то проанализировать, что ты делаешь не так и, соответственно, уже в будущем видео там и какой-то новой теме затрагивать эти вопросы и уже формировать более интересные ответы, более грамотные. Мы, на самом деле, работаем экспромтом, не готовимся, да, Джо? Это правильно я говорю? Конечно. Поэтому для нас вообще вот это, то, что мы делаем, это впервые. Это очень интерактивно. Да, это очень интерактивно. И вообще я хочу подчеркнуть, что наша команда в этом городе, мы вообще все делаем самые первые. Есть такая замечательная группа, а я сейчас скажу, а я не промолчу. Есть такие ребята классные с мой сосновым бор. Вот у ребят, если честно, у них немножко скучно с фантазией. И не только у них. Сейчас, я сейчас. Я сейчас выдам. Ежика с туманью. Короче, мы первые начали делать трансляцию и команда там с мой сосновым бор, они тоже начали что-то там, ну я так называю, чудить. Пригласили, кстати, пригласили директора с агентства эксплуатации недвижимости, было такое дело. Агентство эксплуатации недвижимости разыгрывает бесплатное, как сказать, обслуживание в течение месяца. На самом деле это немножко смешно выглядит, да, когда ты получаешь бесплатное обслуживание только на один месяц. Ну, чтобы вам, ребят, у вас как бы денег нет, чтобы год целый закрыть. Ну, как бы в плане распространения информации, наверное, было бы прикольнее, да. То есть, прикинь, ты целый год не платишь за обслуживание от управляющей компании, да, но не, скажем так, работу свою взял. Это было бы, наверное, прикольнее, ну, и как-то посолиднее звучало бы, да, нежели там за один месяц только. Ну, как-то я на эту информацию так смотрю, улыбаюсь. Вот. Что еще? Хотим, ну, есть, вот знаете, мы еще ведем переговоры, то есть, еще раз говорю, мы тут очень много чего генерируем. есть такая идея, но я просто не хочу ее озвучивать, но она реально прикольная. То есть, сейчас ведутся переговоры в плане ее осуществления. То есть, она носит такого музыкального характера. то есть, потом, да. Опять гороху усупил. Да, гороху усупил. Да, гороху усупил. Думаю, надо заканчивать. Завтра зима же будет, как сказал Дина. Ну, все. До новых встреч. Подписывайтесь, пишите комментарии. Если вы хотите что-то озвучить, вы можете, чтобы мы что-то озвучили в прямом эфире, у нас есть с обсуждением, называется «Вопросы для эфира». Прямо туда напишите свои вопросы, и мы сможем, скажем так, уже более подробно подготовиться и что-то интересного вам рассказать. Все. До новых встреч. Подписывайтесь. Ну и что еще? Да больше ничего не могу сказать. Ничего. Всем пока. До свидания.